Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, это проект Joomla Sensei, 29 урок. Мы продолжаем с вами настраивать шаблон GM Services. И следующий у нас на очереди элемент, это вот эти блоки. Давайте рассмотрим, как они устроены, как они выглядят. Для начала, на рабочем сайте нашем, вы помните, мы выводили статьи, делали их избранными на главной. Сейчас мы это отключим, если мы делаем по примеру демо, у нас статьи таким образом не выводятся. Заходим в админку нашего рабочего сайта, переходим в материалы, менеджер материалов, ставим галочку, чтобы отметить все статьи и кликаем удалить из избранного. Все, все статьи у нас теперь удалены. Давайте проверим главную страницу сайта, обновляем нашу рабочую. И смотрим, что у нас больше ничего нет после слайда. И давайте, как обычно, смотрите, вот как понять, вот например, вы зашли на сайт демо, вам шаблон нравится, и вы хотите понять, ну вот как выводится вот это сразу первое, что бросается. Я вам подсказываю сразу, в демо шаблонах вы всегда в меню ищите такой пункт, как типография. Вот видите, как по-английски это заходит туда. И вот сейчас мы будем уже немножко работать с типографией, и вы должны понимать, какой бы шаблон вы не выбрали, всегда смотрите в демо данных пункт типографии, и смотрите, что шаблон предлагает, какие возможности. Как работать с типографией в этом уроке как раз вы и узнаете. То есть, смотрите, у них идет заголовок, они что-то предлагают. Видите, идет кусочек кода, и ниже идет результат, что получится на выходе. Здесь есть и иконки. Опять же, вставляется, например, вот такая строчка в статью или в модуль, а сама иконка меняется вот здесь между кавычек. Двигаемся дальше, нам нужен вот этот вот color box. Вот у нас три эти бокса, и над ними есть как раз кусок кода. Это для синего, для зеленого, для оранжевого. У них, если присмотреться, код одинаковый, у них идет отличие только вот здесь вот. GM Color Box 1, Box 2 и Box 3. Сначала мы установим это на сайт, посмотрим, в какой модульной позиции они находятся, а потом уже поговорим, как сменить цвет, текст и иконки. Кликаем по главной странице нашего быстрого старта. В адресной строке убираем все лишнее, так, чтобы был только адрес, и подставляем уже знакомый для вас вопрос TP равно 1. Чтобы просмотреть модульную позицию, крутим ниже, и чтобы увидеть, в какой модульной позиции находятся наши вот эти вот боксы, наводим просто на бокс, он делается прозрачным, и вот здесь вот наверху видно, что, скорее всего, находятся в позиции, а не Content Top. Заходим в админку демо данных, то есть быстрого старта, расширение менеджер модулей, то есть я вам могу точно сказать, что это модуль. В фильтр ищем нашу модульную позицию Content Top. Видим, что в этой модульной позиции достаточно много всяких модулей. Я уже просмотрел, где они находятся, и я вам скажу, что это вот, начиная отсюда, вот раз, два, три. То есть, смотрите, тип HTML-код, то есть обычно созданы три HTML-кода, назначены им одна и та же модульная позиция, и вставлено в каждый HTML-код внутри модуля с разным вариацией бокса. Давайте зайдем в первый, Time Machine, и мы видим вот такой текст, мы кликаем по исходный код, и вот он весь, в принципе, весь код. Вы можете либо отсюда его скопировать, либо перейти в типографию, найти, значит, вот этот ColorBox, и прямо отсюда вот этот код скопировать, просто скопировать. Давайте перейдем на наш рабочий сайт, в админку, идем в менеджер модулей, кликаем на кнопку создать, и создаем HTML-код. Назовем его, например, один, заголовок скрыть, кликаем по исходный код, и просто вставляем скопированный код, и окей. Дальше, Content Top, ищем модульную позицию, вот она, кликаем, состояние опубликовано, при вязках пункта меню нам нужно только на главной, только на указанных страницах выбираем, и выставляем главную. И пока нажимаем сохранить. Обновляем страницу главную, нашего главного сайта, основного. Пока у нас вот так вот получается. И сразу обратите внимание, что здесь, видите, идет вокруг белая рамка. Скорее всего, нам нужно прописать суффикс CSS класса модуля. Для этого мы идем с вами в админку быстрого старта, переходим в дополнительные параметры и суффикс CSS. Отсюда копируем вот это слово blank.ms. И вставляем наш суффикс класса и нажимаем сохранить копию. То есть сейчас мы просто сохранили наш тот модуль. И тут же создался новый модуль HTML. Давайте отредактируем. Здесь я поставлю 2. Состояние опубликовано, позиция проставлена, заголовок скрыт уже. Кликаем исходный код. И вот здесь вот внимательно, смотрите, находим верхнюю строчку GM Color Box 1. Вы меняете вместо одного двоечку. Ок. Сохранить копию. То есть смотрите, вы понимаете, да? Вот они, отличия здесь идут. Box 1, он выглядит вот так. Меняется иконка, меняется цвет. Box 2, выглядит зеленый. И тоже аналогично все меняется, да? И здесь так же. Дальше мы ставим здесь 3. Состояние опубликовано. И выставляем Box 3. И сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Так, одна копия у меня не сохранилась. Заходим сюда. Ставим здесь 2. Опубликовано. И Box 2. Сохранить, закрыть. Обновляем страницу. И у вас должно получиться примерно вот так. Наши боксы выстроены в одну колонку, да? Чтобы их сделать как в демо. Так, я сейчас отсортирую, чтобы не мешали другие модули. Нам нужно зайти в каждый модуль. И выставить кое-какую настройку. Давайте заходим внутрь. Переходим в дополнительные параметры. Находим пункт. Размер брус-трап. У нас выставлен 0. И мы выставляем здесь 4. Сохранить, закрыть. В других двух нужно сделать то же самое. Размер брус-трап 4. Сохранить, закрыть. И в третьем. Размер брус-трап 4. Сохранить, закрыть. Обновляем главную. И у нас с вами получается то же самое, что и в демо. Теперь давайте посмотрим, как менять заголовок и текст у каждого блока. Заходим давайте в первый. Кликаем исходный код. И здесь смотрим внимательно. Во-первых, мы можем повесить ссылку на каждый бокс. Находим вот такой параметр href. Удаляем аккуратно решетку и вставляем ссылку. Сейчас мы это сделаем. Заголовок у нас вот. Вы это удаляете. И я оставляю вот такой свой заголовок. Адрес своего сайта. А вот здесь я вставлю ссылку. Хочу, чтобы меня перебрасывал этот бокс. На мой сайт. Дальше смотрите. Находим просто. Вот видите, по-английски идет текст. Вот как у меня. Выделяем. Удаляем. И пишем свой текст. Ну, я вставляю произвольный свой текст. И чтобы в каждом блоке не менять, я весь этот код проставлю в каждом модуле. Окей. Сохранить, закрыть. Сначала посмотрим, как выглядит у нас на главный. Видите, у меня много строк. И чем больше у вас здесь текста, от этого зависит высота нашего бокса. Так, я перехожу во второй. Захожу в HTML-код. Вы, конечно же, можете прописывать в каждом блоке свой текст в каждом colorbox. Сохраняю, закрываю. И третий. Здесь ставлю три. Сохранить, закрыть. Обновляем страницу. Видим, что у нас заголовки поменялись. И текст везде поменялся на свой. Теперь у нас осталось изменить цвет каждому боксу и иконке. Давайте сначала с цветом каждой коробки. Цвет боксов меняется в настройках шаблона. Переходим в расширение менеджер шаблонов. Заходим в сам шаблон. Кликаем вот Color. Видите, вот эта кнопочка. Здесь вообще, я вам сразу хочу сказать, меняется очень легко цвет для практически любого элемента. Вот видите, читаете Patch Background и цвет. То есть это задний фон у нас. Видите, там серый такой. Вы просто кликаете по квадратику. И здесь мышкой вводите, выбираете любой оттенок, какой вам нужен. И для каждого элемента практически можете поменять цвет. Мы прокручиваем ниже. Нам нужна позиция Modules. И вот они, видите, Color Box 1, Color Box 2. Вот три последние. Это как раз и есть наши цвета. Давайте произвольно изменим цвета абсолютно разные. Color Box я вот так сделал. Фиолетовый. Color Box 2. Сделаю какой-нибудь вот такой. И третий, например, какой-нибудь красный. И сохранить и закрыть. Обновляю сайт. Вы видите, что у нас цвета поменялись. Нам осталось с вами сменить иконки. Но здесь довольно-таки все скудно получается. Я когда разбирал вот этот элемент, я предположил, что иконки выводятся, как обычно, вообще выводят в шаблонах специальным сервисом. И это просто графическая иконка. Просто вывели код иконки, вставили и забыли об этом. Здесь все сложнее получается, если вы, конечно же, не владеете фотошопом. Дело в том, что здесь иконки выводятся картинками, то есть в формате PNG. И, соответственно, если вам нужна какая-то своя уникальная иконка, вам придется либо как-то искать в интернете эту иконку, либо вам придется на фотошопе ее делать. Я сейчас вам покажу, как они заменяются. Конечно же, вы можете отказаться от этого блока, не использовать его вообще на сайте. Но если вам он понравился и он вам нужен, придется с иконками вам что-то делать. Либо искать в интернете, как я уже говорил, либо изучать фотошоп, или кому-нибудь заказать иконочки. И вы видите, иконка тоже меняет цвет. На самом деле, там одна PNG-картинка, и она делится на две иконки. Вот оранжевая иконка и белая иконка. Давайте посмотрим, как это устроено. Когда вы распаковывали шаблон, у вас был там архив с PSD-исходниками. PSD – это такой формат фотошопа. Давайте посмотрим наглядно. Я распаковываю архив. То есть, вы находите вот такой архив. GM Service PSD. Распаковываете. И видите, у нас есть три элемента. У меня они подсвечиваются вот так вот PSD с синим значком. Это говорит о том, что у меня на компьютере установлен фотошоп. И видят эти значки. Если у вас фотошопа нет, у вас такого значка здесь не будет. И вы не сможете открыть данный файл. Если у вас картина такая же, то вы кликайте по любому, в принципе, два раза. Чтобы открыть фотошоп. Окей. Обновить. И что мы видим? Мы видим вот такую картину. Здесь у нас стандартные значки. Давайте откроем следующий. Вот, например, другие элементы. То есть, это от разработчиков картинки идут. То есть, смотрите, как получается. Нам нужно будет, например, прямо вот на этом PSD-шнике, аккуратненько, учитывая размеры картинки, удалить ластиком, затереть эту картинку. Видите, там не видно. Сейчас я вам включу слой. Вот, вот белую картинку заменить на белую, на вашу. То есть, ее здесь нарисовать или просто вставить какую-то картинку свою. И точно такая же картинка должна быть ниже вот здесь. Видите? Получается, картинка как бы просто, когда вы наводите мышь, подставляется то белая, то оранжевая. Я надеюсь, вот это я понятно объяснил. И давайте я покажу вам вот на примере этих иконок, как их заменить. Здесь нужно кликнуть по инструменту нарезка, точнее инструмент раскройка, чтобы у вас вот так вот подсветилось, да? Видно, что разрезаны изображения такими синими направляющими. Далее мы кликаем в файл сохранить для веба. То есть, смотрите, сейчас я просто заменю на вот эти стандартные иконки. Вот курица, там мороженое и так далее, да? Вот эти вот иконочки. Соответственно, то же самое вы сделаете, если вы подберете свои иконочки, да? Кликаем, значит, в файл сохранить для веб. Формат обязательно. Вот здесь выбираем png24 и нажимаем сохранить. И выбираем путь на компьютере, куда вы хотите сохранить. Нажимаем сохранить. У нас идет процесс сохранения. Когда вы сохраните, у вас появится такая папочка images. Заходим. И здесь у нас все разрезанные изображения, которые были там. Мы на другие изображения не смотрим. Главное, у нас есть вот этот вот. И они уже называются. Как и должны называться. Вот color icon1, color icon2 и color icon3. То есть, это для наших трех вот этих боксов. Соответственно, если у вас будут свои названия, свои изображения, убедитесь в том, чтобы у вас названия были абсолютно такие же и абсолютно с таким же разрешением. Если у вас будет там jpeg, у вас уже не сработает. Нам остается только заменить эти картинки на хостинге. Для этого мы открываем с вами файл zilla, чтобы по ftp заменить вот эти вот картиночки. Если вы уже ftp данные заносили, вашего домена, да, в эту программу, то вот здесь вот по галочке в списке вы должны видеть ваш домен. Кликайте по нему. Ну, конечно, если вы только одним сайтом пользовались, у вас там будет один только сайт висеть. Вот, если все хорошо, вы подключились, у вас здесь справа появятся все файлы и папки, да. Мы заходим в папку templates. Дальше заходим в наш с вами шаблон jm-services. Заходим в папку images. И вот мы видим, видите, color1, color2, color3. Это у нас и есть стандартные картиночки, вот эти вот, да. И мы с вами просто выделяем и закидываем сюда три наши картиночки. Всплывает у вас окно и стоит точка перезаписать. Оставляем все как есть и окей. Окей и окей. То есть все три картиночки мы заменили. Переходим на наш рабочий сайт и обновляем страницу. И вы видите, да, наши иконочки заменились. Конечно же, видно, что цвета не совпадают здесь у нас. Потому что я не менял цвет у иконок, они такие были. Здесь вам надо сразу определиться и понять. То есть, если вы иконки на фотошопе подготовили, вот какой цвет у иконок у вас при наведении, соответственно, вот этот бокс должен при наведении быть такого же цвета. Урок, в принципе, достаточно сложный получился, если вы новичок. И если вы, тем более, не владеете фотошопом. Про фотошоп это можно делать отдельный курс, да, столько нюансов. То есть здесь уже подразумеваются хотя бы какие-то навыки владением фотошопа. Как, например, узнать точный цвет оттенок, чтобы поместить на картинку и в колорбокс. В принципе, давайте я быстренько покажу. Вот вы хотите получить цвет, ну, от курицы, да, она у нас такого оранжевого, чтобы сделать наш бокс такого же цвета при наведении. Смотрите, вы ищете здесь в панели пипетку и кликайте аккуратненько прямо на цвет вашей курицы. У нас вот здесь вот появляется цвет. Внизу кликаем по нему. И вот здесь внизу, где решетка, идет вот такой код цвета. Вы его копируете. Сейчас нам для курицы надо вот этот фиолетовый сменить при наведении такой же оранжевый, да? И причем должен быть оттенок идентичен. Заходим, значит, в менеджер шаблонов. Заходим в наш шаблон. Переходим в цвет. Ищем колорбокс. И смотрите, вот здесь вот аккуратненько вы удаляете цвет, но решетку оставляете. И вставляете ваш код цвета. И нажимаете Enter. Вот и все. И не забываем сохранить. Вот так вот просто меняется цвет. Давайте посмотрим на сайте, обновляемся. И вы видите, у нас цвет поменялся, да? И он идентичен, вот видите, как иконка. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся с вами в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый веб-мастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. Я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...